Грибобастый сколько лодок накачал? Вон ту. Сколько, сколько? Не, не, вот сейчас-то сколько? Одну. А вторую ты ж тоже качал? Самый-самый вон качал. И ту, и ту? Нет, я только эту. А ту вон качал. Я вот одну накачал. Массаж. Спокойно. Я спокойно, спокойно. Я спокойно. Все будет хорошо, ты же знаешь. Верю, верю. Все будет хорошо, да? Знаешь, это песня такую? Лодочка, лодочка, ты плыви, плыви, плыви. Нет, я не знаю. Будешь кататься на озере или будешь так петь? Лодочка, лодочка. Буду петь, буду. Ну-ка попробуй. Лодочка, лодочка, ты плыви, плыви. Нет, нет, нет. А как там? Там не так поется. Лодочка, лодочка, ты плыви, плыви, плыви. Лодочка, лодочка, ты плыви, плыви. Опять. Ты плыви, плыви, плыви. Лодочка, лодочка, ты плови, плови, плови. Ну почти похоже, но видать медведь-то на ухо тебе наступил. Спасибо, я понял. Примерно в 6 часов по Москве вечера мы пришли на наше место. Вот эта избушка уже обваленная, старенькая. Костерчик пока запалили. Поставь ворнер, налей нам чайку чуть-чуть. Ну сколько там у тебя есть же, да? Так, я буду сейчас березать. Берешь, березу, принесу. Угу. Еще там такая вода какая-то там. Это пол окна этих оводов забилось. Сушеные оводы. Там вниз идёт ручей. В ту сторону ручеяк. Там вниз идёт ручей. Берешь. Там такой обрыв аж прям. Получается, в таком на хорошем бугре мы находимся. По ту сторону бугра второе озеро. Итак дорогие зрители в московское время 22 часа 22 минуты 11 июня 2015 год наше пребывание на бугрицких озерах продолжается сейчас покажу что мы тут проделали какой устроили лагерь но дровишки дровишки костерчик делом там костерчик палатка тунгуска 3 трехместная палатка Дворнирд с Игорем Джаном там будут спать дальше что я на случай дождя вот сделал такое укрытие для рюкзачков может быть еще что-то буду подделывать поставил вот свою палатку называется компакт тент на двухместная два входа с одной стороны и с другой стороны что очень удобно если кто захочет по маленькому в туалет сбоку вышел и все я тут установил ее между деревьями вот второй вход вам показываю в общем такие делишки сейчас наверное скоро может через часик ну все уберем лишнее на случай дождя и через часик наверное завалимся бай бай вот такие дела сейчас что-то я заметил комаров меньше стало видимо похолодало и пар сейчас идет дышишь так и пар идет сейчас покажу вам так по ощущению вроде бы не сильно холодно а сейчас что-то не идет странно в общем наверное до завтра уже здравствуйте дорогие зрители отчет по походу 12 июня 2015 года сейчас время без 15 час по москве я уже выходил из палатки просто зашел в палатку за видеокамерой ночью был ну два раза сильный такой дождь мы спали с грибобасом вот в этой палатке сейчас я покажу вам палатку вот тепло было спать ночью холодно было но здесь вдвоем палатка такая небольшая но спать нормально вот коврики лежат один коврик второй коврик я брал с собой ватные штаны вот эти ватные штаны у него тоже ватные штаны и как в ватных штанах нормально как в спальнике спишь так сейчас пойдем наружу тут кстати три дверки вот одна сетка потом вторая дверка сама внутренняя палатка и вот сверху дверка это тент я вон палатку сейчас закрывает пока снимают чай кстати уже остыл я поставил там подогреваться в этот на угли вот вот комаров так много нету солнышко ветерком обдувает их вот сейчас буду кушать готовить сейчас чаю попью Игорь Джан не брал с собой этот ватник он в ту избушку бегал ночевать да? Ворнерт еще отдыхает да? так он всю ночь не спал в предыдущую ну да да пусть спит да пусть отдыхает все у рыбы нету ничего нет даже если бы рыба была пусть отдыхает ой я забыл ну я тоже забыл ну Маша пойдет не страшно так там ёлка одна и такая березная сейчас выпишем вы какие-то сухие березы нашли да? ага две березы ага грибобас да скажи привет зрителям привет зрителям не не подожди я тебя сниму давай расскажи чем ты занимался сегодня во сколько встал доброе утро с вами грибобас проснулся утром сделал помолился Иисусу Христу умылся там вот этот как это ну тазик умыл руки лицо умыл потом короче мы зашли костер вскипятили пошел убил веток еловых вскипятили чай ты имеешь ввиду да чай вскипятили попили чай потом проснулся Джон Клюкер потом пошли мы с Игорем пошли дрова мы насобирали две палки березы принесли большие палки сейчас нам еще одну две чурки лежат такие березовые елка и береза сейчас еще тоже принесу а ночью как? ты не замерз? не спал хорошо спал хорошо спасибо ничего не снилось? не не снилось ничего из меня ааа а мне под конец там какие-то ужастики приснились да? ну понятно ну давай Джон аквистника дам а ты думаешь там у тебя он там в избушке выпал да так стой Джон дай проскочу пусти меня пожалуйста Саня, а может ты обучаешь? 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 Саня, а может ты обучаешь, не обучаешься Саня, а можно обучить? Все это они докупают. Саня, а после opening Лиза не так факт Саня, но перед 문제 и ух rev txt Он меня полюбил. Вижу, вижу, во славу Божию. Кидур был нос хорошенький. Потерял я его. Я извиняюсь, заплакал я почему-то. Нож был такой большой. Финка была, южная корейская финка была. У меня один мужчина, он сидел в 8-м листового режима. На зоне сделал, мне подарил день рождения. И потерял я его. Ты знаешь его? Я уже не знаю. Я вот стоял. Я вот стоял. Потом встал мне плохо почему-то. Я встал на колени и вот так руки. И так Господи Иисусе крестей. И так вот молился короче. У меня было жалко очень. И смотри, это было такое. И на конце зубчики были маленько. Типа как рыбачить, типа того. Красивый был нож такой. Ручка такая большая и набирная была. Всякие кольца были. И такие под пальцы была сделана штука. А на конце, как голова орла была. И клюв такой, ну как подзамый такой, клюв такой заходил. Как длинный клюв. И подтемляк было отверстие. Нож был отличный. И вот такой нож был большой. И потерял я его. И я плакал. Ох, это было что-то. Лил слезы? А? Слезы лил. Не, плакал я серьезно. Я так Господи Иисусе крестей. Это было что-то ребята. Жалко мне было его. Тем более подарок. Я тоже плачу. Подарок потерял я. Я тоже плачу. Вот так вот. А где конфеты, Джон? А вот в этой желтенькой коробочке. Ага. Спасибо большое. Чай, кстати, остыл ты его. Подогрей на углях. Ага. Хорошо. Пойдет. Не очень хороший. Но ты не любишь горячий чай, да? Я люблю чай. По горячей люблю я. Ты меня чай приучил. Я раз чай пил, ну так не очень. А ты меня уже в чай вел. Да вы же с Димкой гоняли эти чаи целый день. Что ты, блин, я тебя приучил? Да, с Димкой гонять чаи целый день. Шучу я. Шучу я просто, Джон. Шучу я. С детства приучен к чаю. Да, да, да. Это моя слабость. Гонять чаи. Кофо и чай. Это что-то. Вот так. Ох ты. Любас, можешь мне сахар немножко принести? Сейчас, подожди. Джон, ой. А, чайная ложка еще. А, есть у тебя. А, есть, есть. Держи. О, видите, я как поймал. Молодец. Браво, браво. Браво, браво. Браво, браво. Ой. Надя, куда положить только? На. Да, вон, в тарелочке. А, а там вода? Ну, тогда вон, в дне в кружку положай. Ой. Он найдется. Ну, может, такого быть. Я вошелся. Да, ну, нужно потом искать ничего его. Я продолжаю. Игорьчан, а где ты еще ходил, а? Вспомни, может, еще где ходил? Вот мы с тобой ходили. Да, он, видишь, что хорошо у него, он красный. Он красный, он идти легко там, он красный. Он не красный, он желто-темный. Желто-темный, да? Нет. Ты вчера вроде показывал красный. Не красный было. Не, не красный. Не красный, да? Не красный. А, она сейчас меняется. Он в кармане. Так, дай-ка. Красный в кармане у меня. В кармане, да? А я его, значит, не видел? Ты его мне не показывал? В швейцарске. Ты же мне тогда не показывал? В швейцарске, да? Просто он далеко лежал, он не доставал. А-а-а. Ух ты! А, ну тогда я не знаю про какой. Это тот от бабушки, который нож? Ага, ага. А, ну тогда я понял, да. А-а-а. А-а-а. Вот, и как он так это живет? Это, Игорь Джан, вон дрова еще от березы. Ну пусть там лежат они. Ага. Вот. Пусть, пусть там. Ага. Я уже ножик хочу. Смотри, Игорь Джан, вот эта титановая ложка, видал? Ага. Титановая, легкая какая. Ага, там весу почти нету. Такая легенькая. Ага. Красивая, между прочим. Классная, да? Ну, она какая-то маленькая, это чайная в основном. Ну, она как бы, знаешь, и для чая пойдет, и для супа. Да, да. Не спеша кушать, да? Да. Ну, это нормально. А у меня какая? У меня алюминий, но мне еще легче. Алюминий, может быть, даже и легче, да? А вот, вон она. Ага. Ну, вижу, вижу. Ну, очень удобная такая. Комарик немного покушает, вот руки у меня. А сильно нападает, потому что дождь гуляет вокруг. Как он приближается, они начинают звереть. Ага. Летовать, ага, чувствуете правильно. Жаль, потому что у нас нет этой самой грабли. Чтобы грабить не прошло. И сделать можно. Это не долго. Мы же можем в избушке, Джон, сделать грабите? Мы делали, потому что проволока была. Ага. А без проволоки трудно делать. А что ты не берешь сухари? Ешь, я ем. А, ешь? У меня чай. Тут есть проволока сольная. Она очень жёсткая. Она жёсткая. Жёсткая, не пойдёт. А мягкую. Угу. Ну, как-то сильный дождь был, да? Угу. А я уже хотел сбежать под палатку или в дом тут. Угу. А потом подумал, ну, попробуй я здесь, а. Палатку недолго убивать. Но хотел картину прибить, потом думал. Разбулки у вас. Ну ладно, как-нибудь. А потом я смотрю, вообще даже не пробивает комаров. И это удобно. Вошло. Да, остался. Проверим, избушку-то берем. А я что, нормально? Утром ухожу, Джон. И смотрю, Игорь, жляжь эту, короче. Я ей говорю, привет, привет. И говорит, Жан, привет, привет. Мы тебя поздоровались, всё. Вот. И потом мы к молодцину говорили, мабоги говорили. Много говорили мабоги. Потом о нехорошем говорили мы. Мы такие, кстати, мне... Это, как он сказал, это, да? Вестность. Что такое вестность? Мне всё объяснил. Вот. Вот. Я спросила, хочешь, чтобы Миша был царь? Он говорит, нет. Не хочу. Царь говорит, власть. И как ты говоришь? Что они поклонят? Как они передают? Да? Я шутил все. Все шутил. Ха-ха-ха. Я на политику вообще не люблю. Пропаду. Всем приятного черепития. Угу. Спасибо большое. Ну, всё. Ну, всё. Попал. Ну, тогда... Ну, ты его хоть сегодня доставал, да? Да. Доставал, да? Я обычно его в карман беру. Мог положить так, да. Мог. Мог. Серёжу где-то какую-то вот сама. И выронить потом. Положить случайно. Положить. Наклониться. Угу. Понятно. А потом туда я сейчас хожу. Мог. Куда ты ходишь? А куда выходи? А ты не помнишь? А, нет, нет, нет. Рука немного опухла. Не помнишь. Еще в кустах стоял. А то в кустах рука опухла уже. А, нет. Там. Позьми. Можешь там где посмотри. Можешь даже и так. Ага. Что мне там делать? А, я спускался. Прям смотрел. Спускался. Да, смотрел там, да? Угу. Угу. Неужели-то всё интересно, а зрители смотреть? Да. Теперь уже есть интрига. Найдёшь ты нож или не найдёшь? Да. Вопрос. Всё кончится. Всё кончится печально. Мы уйдем домой без ножика. Угу. Не знаю, да. Угу. Что гриббас? Нормальный наш обедочек. Сухие и березки, да? Да. А тут всё вместе. Вот. Вот Ворнирт собственной персоной стал. Здравствуйте, дамы и господа. Хе-хе. Отдохнул? Отдохнул. Ну это и радует, радует. Конечно. Я кашку варил. Вот такую баночку мяса гуся в собственном соку бросил. И крупы вот этой. Так. Крупа ячменная. Ячневая. Какая-то тучка в ветер поднимается. Да, что-то мне кажется сейчас может дождь ливануть. Надо рюкзачок убрать. Пока надо это. Здесь находиться. Как пойдёт, тогда может быть накрою. Игорь Джан всё ищет нож. О, грибобаз Джан. Всё, Джан, положил палатку, закрыл, и расширил. Сделал всё ровненько, красивенько. Они сохнут там. Вот. Так, стой, дамы. Ворнирт проголодался? Да. Я пытаюсь спасти где-то. А, хочешь закрыть его что-ли? Да. Кокорик. А, здесь, Игорь Джан. Молодец. Сейчас зайдём в гости к Ворниру. Надо зайти ко мне, там не убрано. Почему там не убрано?